В городах и районах Коми на этой неделе прошли последние звонки. В этом году в республике сдадут ЕГЭ и шагнут в новый этап своей жизни больше трех с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Обязательный атрибут провода в беззаботной школьной жизни – выпускные вечера. Они пройдут уже в конце июня. Как выпускники и их родители готовятся к торжественному вечеру и во сколько обойдется празднование, узнала Дарья Влакжанина. В Коми отгремели последние звонки. За спинами ребят тысячи выученных уроков, пятерки законтрольные по математике, победы в конкурсах и теплые булочки в школьной столовой. В этом году в Коми со школы прощаются больше трех с половиной тысяч одиннадцатиклассников. Прекрасное настроение. Вот в последний учебный день все выплакали. Сегодня, надеемся, плакать не будем. Но это маловероятно. Но впереди очень много планов, многообещающие будущее. Поэтому, я думаю, все только в наших руках. Да, все у нас впереди. Последний звонок прозвенел и для выпускников девятых классов. В 2023 году аттестат об основном общем образовании получит девять с половиной тысяч девятиклассников. Доля волнения была, но в целом радуется, что этот период закончился. Как говорится, не нужно плакать, что это закончилось. Нужно радоваться, что это произошло. И хоть день прощания со школы наступил, расслабляться еще рано. Впереди ребят ждут серьезные испытания, госэкзамены. Некоторые предметы по выбору ребята уже написали. Параллельно со сдачей ОГЭ и ЕГЭ подготовка к выпускным вечерам. На это уходит немало времени и денежных средств родителей. В семье Понарядовых сразу две выпускницы. Варвара заканчивает одиннадцатый класс, а Маша девятый. К своему выпускному старшая сестра начала готовиться еще в начале учебного года. Купила платье, туфли и записалась к визажисту. В жизни Маши будет еще один школьный выпускной, поэтому готовится она чуть менее серьезно. Наряд начала выбирать недавно вместе с мамой. Я выбираю, чтобы мне было комфортно находиться в нем. Потому что от того, как выглядишь, зависит твоя самооценка, как ты себя будешь чувствовать. Ну и чтобы он подходил по типажу, по фигуре и всему остальному. Маша перемерила несколько платьев самых разных фасонов и цен. Больше всего впечатлил скромный атласный бежевый сарафан. Для выпускного делится девочка самое то. Для многих выпускников выбор наряда является настоящей головной булью. Они хотят выглядеть красиво и элегантно, но при этом чувствовать себя комфортно и уверенно. Специалисты говорят, главное, чтобы наряд соответствовал стилю выпускника и был подходящим для мероприятия. Как ни странно, в этом году больше акцент идет на черное платье. То есть я, лично я заработаю здесь, то есть я заметила, что больше акцентируют внимание на черное платье. Также в цветочном принте. И есть также молочные у нас, более такие светлые оттенки. И тоже их у нас пользуются спросом. Костюмы тоже покупают, потому что они более такой практичный вариант. То есть как бы некоторые хотят, чтобы не только, допустим, на выпускной одеть, да, но и более куда-то еще, где-то на какой-то выход, на какое-то мероприятие. Те, кто не успел купить наряд вне сезона, делают это сейчас. Цены, конечно, стали выше. Просто от по республике Коми посчитал для нас примерный набор выпускника. Это средние цены за апрель. Чтобы одеть парня, нужно 21 961 рубль. В эту стоимость входит мужской костюм-двойка, рубашка, мужские туфли из натуральной кожи, ремень и модельная стрижка. Собрать девочку, что странно, выходит дешевле – 15 936 рублей. В расчет вошло платье, пиджак, туфли из натуральной кожи, стрижка и маникюр. Если включить в этот список услуги парикмахера и визажиста, то стоимость сборов и девушки, и парня будет примерно одинаковой. Выпускной – это не только про наряды, но и про само торжество. Место для проведения неофициальной части – аниматоры шоу-меню. Все это – немалая часть семейного бюджета. В площадке «Леди Мэйл.ру» и «Дети Мэйл.ру» провели опрос среди россиян, сколько денег они планируют потратить, чтобы устроить ребенку выпускной. Большая часть родителей, 24%, заявили, что празднование выпускного обойдется более чем в 20 тысяч рублей. 13% планируют потратить свыше 15 тысяч рублей. 15% – от 10 до 15 тысяч. Еще 14% надеются уложиться в сумму от 7 до 10 тысяч рублей. Почти 80% случаев выпускные проводятся вне школы, в ресторанах, на природе и на теплоходе. В городе выбор-то на самом деле есть. Вопрос только в том, на какой бюджет мы рассчитываем. Это раз. Во-вторых, опять же, количество людей, если мы говорим про рестораны, про кафе, где можно отметить тоже выпускной вечер, мы смотрим на то, искали по количеству людей. То есть мы насчитали, сколько у нас должно быть. И в первую очередь, когда обзваниваешь, спрашиваешь, а вот столько-то людей ваш зал примет или не примет. То есть уже на этом этапе отсеивались, ну, наверное, ряд ресторанов точно отсеялось кафе, потому что залы либо маленькие, либо очень большие, которые нам, ну, нет смысла нанимать, закрывать огромный зал. А в плане ведущих тоже выбор большой, но, опять же, все упирается в вопрос финансов. Если есть финансы, то можно выбрать себе веселых, задорных, крутых ведущих. Ну, надеюсь, что мы тоже не подкачали. И нашим детям понравится то, что мы ему выбрали. Такая основательная подготовка к выпускным вечерам – это точно не тренд последних лет. Красиво выглядеть и запечатлеть в памяти волнительный момент, которому школьники идут на протяжении 11 лет, желали и школьники 10, а то и 20 лет назад. Выпускной из школы – это всегда, мне кажется, особый такой волнительный момент для всех. И для семьи в целом, и для выпускников в частности, и для педагогов тем более. Мой выпускной был достаточно давно, в 1994 году я заканчивала школу. Ну, как все девчонки, мы готовились, во-первых, шили платья, тогда все-таки мы больше шили, готовились, чтобы мы внешне выглядели так красиво, нарядно. Это особенное такое волнение было. Мы готовили поздравления, поздравления педагогам, поздравления друг другу. То есть вот такие подготовительные моменты, они, конечно, были заранее. Безусловно, фотосессии, фотоальбомы тогда были. На самом деле делятся 11-классники, пока им думать и не хочется о выпускном. Экзаменационная пора только-только началась. Впереди еще немало испытаний.